Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, друзья. Сегодня мы прославляем всех святых в землях российских просиявших. Как-то странно звучат эти слова. Это память, этот день в наше время, когда мы стали вроде самостоятельны в земном мироустройстве. Так как же в преломлении к земному посмотреть на наших святых? Кто они, эти наши святые? А их бесчисленный сон. От Феодосия Черниговского, Луки Крымского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского до Кирилла Туровского, Афанасия Брескова, Ефросинии Полоцкой, Софии Слуцкой и многих-многих-многих угодников Божьих и Киево-Печерских, и Почаевских, и Оптинских подвижников. Всех, подвязавшихся в пределах наших славянских земель. Великой, Малой и Белой Руси. Тех светил на небе святости, которых мы сегодня сугубо прославляем, именованные и неименованные, все наши братья и сестры, уверовавшие во Христа всем своим существом. Эти наши братья и сестры, полюбившие Христа всем духом, всей душой и всем сердцем. Воистину, в ком растет вера, в том растет и любовь. Ведь вера открывает во Христе все новое и новое пространство, все новое совершенство, духовное богатство и красоту. «Больше и больше любим, и больше и больше верим». Как нет границ нашей вере во Христа, так нет границ и нашей любви ко Христу. Человек, который развивается в вере и любви, растет возрастом Божьим. По слову апостола Павла, в человека совершенно, в меру возраста. Это его послание к Ефесианам, 4 глава, 13 стих. «В меру возраста высоты Христовой». «Такой человек естественным образом станет живым храмом Святой Троицы, ибо Христос обитает в сердцах верующих и не колеблющихся в этой вере, утверждающихся в ней изо дня в день». Воистину, с великой любовью относится наша православная Церковь к угодникам Божьим, просиявшим своей верой и любовью к Богу, особенно же своей жизнью по Евангелию. «Практически ежедневно в храмах и нашего Всехсвятского прихода, и других храмах нашего Града и нашей страны совершаются богослужения в честь и память какого-нибудь святого. А там, где совершаются службы ежедневно, каждый день вспоминается и прославляется память святых Божьих. В честь их не умолкают хвалы и пения круглый год». В Церкви не читаются полные жизнеописания или, как мы говорим, жития святых, но в тропаре, кондаке и стихирах краткими словами рисуется облик святого, его деяния, его подвиги, его духовная красота. А Дух Святой, невидимо присутствующий там, где о нем вспоминают с любовью, возбуждает в нашей душе святые чувства веры и любви. Святые и мы не чужие друг другу, ведь мы члены одной семьи христианской. Пусть они живут не с нами, пусть мы их не видим телесным зрением, есть между нами главное – нас связывают чувства любви. А любовь – не увлеченность, не страстность, а любовь. Любовь преодолевает и время, и пространство. Родители, особенно матери, знают, что нет нужды, чтобы ребенок был постоянно на глазах, чтобы можно было любить его. Вот так и в наших чувствах к святым. Мы их любим, хотя они жили давно, хотя мы о них знаем из жизнеописаний или рассказов других, со слов иных. Наша общая с ними любовь ко Христу сближает, роднит нас, соединяет в одну семью. К сожалению, есть в наше время община, именующая себя христианами, говорящая много о любви, даже пытающаяся осуществлять ее в жизни, но совсем отказавшаяся от общения любви со святыми. В таких общинах, пока жив человек, они его чтят и любят. Ошагнул вечность, и из сердца вон, как если бы он исчез навсегда. Но Бог не есть Бог мертвых, но живых. У Бога все живы. Со святыми мы имеем особое общение любви в Духе, как если бы они были с нами и верим, и надеемся встретиться с ними лицом к лицу в новой будущей жизни. В особенности тогда будет оправдана наша любовь к ним, наше почитание их памяти, наши праздники, наше песнопение в их честь. Святые – это наши старшие братья в большой христианской семье. Они уже прошли путем христианской жизни, которую мы только совершаем. И в своей жизни они показали нам живые примеры того, как нужно христианину жить и поступать во всех случаях жизни. Они наши наставники, но они же и наши друзья, могущие нам помочь. Вот почему со времен апостольских христиане не переставали обращаться к усопшим святым с просьбами о помощи, о молитве. Как-то мне пришлось прочитать краткую молитву к святым апостолам Петру и Павлу, нацарапанную на куске кирпича в римских катакомбах. Петре и Павле, помните о нас. Немного сказано слов, но в них вложена вера. Вера, что святые апостолы, помни о просителях, помогут им. Пока мы идем путем жизни земной, мы нуждаемся в помощи наших небесных друзей и покровителей. А когда завершится этот земной путь, и мы отойдем ко Господу в вере в блаженную жизнь, то разве там мы будем одни? Разве мы их там не встретим? Да, мы верим и надеемся быть принятыми в общую семью всех от века Богу угодивших. И если по милосердию своему Господь не лишит нас небесных обителей, то там-то мы и встретимся с теми святыми, которых чтили и любили здесь, на земле. И чем живее теперь наши чувства к ним, тем радостнее, тем желаннее будет наша встреча там. Вот как родные, когда встречаются после многолетней разлуки, эта встреча приносит радость. Нам есть о чем говорить, нам приятно даже без слов смотреть друг на друга, видеть милые родные черты. Так точно будет с нами при встрече со святыми, если мы будем иметь их своими друзьями теперь. И в сегодняшний день, когда мы празднуем память наших родных по духу и вере святых в землях российских просеявших, что мы им скажем, о чем попросим. Видимо, осмелимся высказать нашу мольбу. Пусть всегда благопоспешно решается жизнь наша, народов великой, белой, да и малой Руси. решается в благоприятную для Него, для всех нас сторону. Будем молить Бога, чтобы Он послал, чтобы послал Он нам хоть немножко милосердия, хоть немножко радости, хоть немножко надежды, хоть немножко больше здравия. Мы не думаем, что Господа надо умолять, как взыскательного судью. Мы не думаем, что именно наши молитвы Ему нужны. Но когда мы от сердца молимся друг за друга, за земное Отечество, за народ наш и правителей, то в сердечной молитве наши души открываются открываются для сострадания, в нас становится больше христианской любви. А через это мы становимся достойны милостей Божьих. И тогда они и зальются на всех, на нас и на всех, кого мы обнимем нашей любовью. Наша вера православна, вера вечна, вера славна, вера наша православна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова